Мои дорогие, всем доброго времени! С вами Полина Сухова, парапсихолог. Я для вас подготовила прогноз на 2020 год. Под каким знаменем пройдет год белой стальной крысы? Что нас ждет в карьере, финансах, здоровье, отношениях? Кому больше повезет и чего сделать категорически нельзя? И что может привести к раху? Через пару секунд мы начнем. А сейчас я хочу поблагодарить всех моих подписчиков, кто пишет мне обратную связь, задает вопросы. Низкий вам поклон, вам, мои дорогие, за вашу светлую душу. Если вы только к нам присоединились, то я прошу вас подписаться на канал, поставить лайк в конце видео, нажмите на колокольчик и мы начинаем. Итак, под каким же знаменем пройдет год стальной крысы? Для того, чтобы год был успешным, придется немало потрудиться, потому что мышь не любит лентяев. Она предпочитает трудолюбивых, целеустремленных, настойчивых, идущих к достижению цели. Под знаменем сотрудничества пройдет этот год близких людей и единомышленников, обитающих на общей территории. Если ваши устремления будут нацелены на гармоничное взаимодействие во благо семьи, всего рода, нашего общества, землян, это тоже своего рода семья на планете. То есть на общий пирог, то и вам от этого пирога достанется очень хороший кусочек. Если вы обособитесь и будете все делать только ради своих эгоистичных целей, крыса вас точно не поймет. Это социальное животное, которое очень ценит семейные родовые узы. Но приоритеты в будущем году должны быть выстроены не только на семью, улучшение отношений в роду, в обществе, но и на круг единомышленников. Первое – это нельзя быть в одиночестве. Почему? Эпоха Водолея диктует одно направление для всех людей без исключений. В этом году особенно это актуально, так как это начало цикла восточного календаря. Важно стремиться укреплять отношения, основанные на равенстве, глубокой дружбе, наличии общих целей, идеалов, чувстве общности, сплоченности, братской любви. Время пришло другое, и кто поймет, в чем главная фишка, то будет всегда выигрыши. Именно в группах человек будет сегодня добиваться больших результатов, роста во всех сферах жизни. Кто сейчас отсиживается в своих раковинах, тот все больше будет отодвигаться от эволюционного роста своей души. Жизнь и обстоятельства заставят каждого выйти из своего убежища, от мира и начать вместе в группах формировать гармоничное будущее нашей планеты. Группы могут быть малыми, большими, главное нельзя быть в одиночестве. Я хочу донести до вас самое важное. Только в коллективе можно достичь на сегодня успеха. Для работы в группе нужно уметь работать в команде. И если вы начнете в 2020 году улучшать именно свои коммуникативные качества, профессиональные, тоже важно, но это должно быть на втором месте, то вас ждет реально успех. Рост по карьере, по карьерной лестнице, увеличится обязательно доход, и от того, что конфликты с людьми исчезнут, вы будете чувствовать себя неимоверно счастливым. Обретете долгожданную гармонию и спокойствие в душе. Конечно, здоровье от этого тоже у нас будет в порядке. На самом деле, именно то, что ищет человек, это прежде всего позитивных эмоций, а не денег, карьеры или партнера. Какие ставить цели и намерения? 2020 год – это не время глобальных перемен, но время желать их и планировать. Напоминаю, что это первый год из 12-летнего цикла восточного календаря. И в этот год нужно заложить фундамент вашей главной цели и мечты жизни, если вы этого еще не сделали. Если вы уже на своем пути, то нужно продумать ступенчатую реформу вашего дела и предприятия. Это очень важно, иначе дело может начать разваливаться. Чем выше вы поставите намерение в своей цели, тем масштабнее будет значимость этого проекта для всего человечества. Тем оно сбудется лучше и быстрее. Например, если женщина хочет родить ребенка с намерением, чтобы в конце жизни было кому подать таком воды, или просто очень хочет для себя, то это мелкое эгоистичное желание. Если она ставит намерение, чтобы вырастить и помочь этой душе ребенка реализовать свои способности, таланты, тем самым он принесет большую пользу обществу. Такое высокое намерение сразу оценивается вселенной, и ответ этой женщине будет положительный. И ребенка дадут целеустремленного и талантливого. Второе, на чем нельзя делать, что нельзя, это делать акцент на результате. Это делайте свое дело ради него самого. Акцент должен быть на процессе получения удовольствия, отделания. И как ни странно, будет звучать, как побочный феномен по законам мироздания, результат обязательно будет. Третье, нельзя в этом году быть в одиночестве. Вы это уже поняли. Поэтому главное это расширять связи. В этом году связи решают все. Особенно нужно искать новые связи с теми людьми, кто на вашей волне. Обретение новых друзей, вступление в общественные организации, по вашим, конечно, интересам, какие-то клубы. Любое объединение принесет успех и сделает большой задел на 12-летний цикл восточного календаря. Ведь именно крыса его возглавляет. Очень важно улучшение отношений в социальных группах людей. Принесет успех, если вы целенаправленно будете укреплять свой авторитет через благие дела в этих сообществах. В сообществах соседей, друзей, семья, единомышленники, то есть группы по интересам. И главное делать добро без ожидания взамен чего-то. И тогда успех в обществе вам гарантирован. И начинайте делать добро с ближнего окружения, со своей семьей. Даже мелкие поступки могут привести к налаживанию качественного контакта. А это в этом году главное. Крысы очень заботливые. Существо и семья для нее очень важно. Можно своим родителям в тихушку класть денег на телефон или другие приятные делать сюрпризы. И это будет очень хорошо утеплять ваши отношения. Поддержка своего рода очень важна. Делайте добро молча, без ожидания чего-то взамен. Особенно добро тем, кто реально стремится развиваться. Ну а родителям по умолчанию. Рекомендация на весь год и саму встречу Нового года на всем сейчас полезна скромность. Нам всем. И никаких излишеств. Все должно быть в меру. Это не должно быть аскетизм, это крайность. Но и роскошь точно не оценит крыса. Она прагматична, расчетлива. У нее все запасы рассчитаны на год вперед. Ведь ей долго зимовать и нужно взвешивать все свои траты. О финансах в следующем году. Накопительство приветствуется крысой. Но всегда ставьте высокое намерение цели, на что вы копите. Если просто так, из любви к искусству, то ждите, что вселенная может запросто забрать эти деньги через мошенников. Четвертое. Нельзя это вкладываться в сомнительные проекты, которые сулят быстрые деньги. Любая погоня за легкими деньгами и махинацией могут закончиться для вас провалом. Накапливать материальные ресурсы лучше через свой труд, услуги и деятельность. И возможно это будет медленно, но зато надежно. И будет соответствовать заветам крысы. Вкладывай деньги лучше в свой интеллект. Развитие, профессиональный рост, развитие интуитивных способностей. Крыса очень хороший интуит. Если ваше шестое чувство слабое, стоит над этим поработать. Тем самым вы лучше будете чувствовать, куда вкладывать деньги. Как поступать в сложной ситуации. Какую жизненную развилку выбрать. Тем самым меньше будет совершаться ошибок по жизни. Все успешные люди мира Джобс, Форд имели хорошую интуицию. Хорошо вкладывать деньги в сообщества, в которых вы находитесь. В свою семью, род, группы, единомышленников. Но не бездумно давать детям деньги на все их шалости. Например, вместо нового телефона или дорогой какой-то шмотки, лучше запишите ребенка на полезные курсы, которые дадут ему конкретный навык, которым в будущем он сможет зарабатывать себе на жизнь. Но обязательно направляйте туда, где ему очень нравится. Это очень-очень важно. Иначе потратите время и деньги зазря. Пятое. Нельзя это бездумно брать кредиты. Особенно на всякую ерунду. Вы можете влезть в долговую кабалу. Прежде чем взять кредит в следующем году, 7 раз отмерьте. И рассчитайте свои силы по выплате. Лучше вопрос займа денег решить с помощью родственников, друзей, единомышленников. Но и сами в ответ давайте им не только на словах, а что-то в реальности. Да и надо заслужить своим доверием, чтобы вам еще дали денег. Поэтому работайте над доверием и качественной коммуникацией. Это главное в этом году. Шестое. Нельзя затевать авантюрный бизнес. Любые планы по новому бизнесу лучше просчитать несколько раз. Авантюры в этом году могут не оправдаться. Летание в облаках не всегда хорошо, но часто многие не знают реальности. Поговорите с теми людьми, которые уже прошли эту дорогу, были в этом бизнесе. Опросите лучше 5-7, уже даже 10 человек, собрав полную картину о вашей мечте. И какое качество в следующем году особенно пригодится для успеха в любой сфере? Необходима гибкость. Будьте уступчивы, сосредоточены, учитесь дипломатии. Оставайтесь умеренным, исключайте тщеславие. Скромность – это лучший фундамент для фиксирования результата. Крыса оценит ваше поведение по достоинству и будет благосклонна. Как решить тупиковые вопросы в новом году? Обратитесь по вашему вопросу к старшим или мудрым друзьям. Ищите экспертов, которые прошли такой же путь. И им есть чем с вами поделиться. Теми подводными камнями, нюансами, которые вы не можете увидеть сами. Вы как лошадь с шорами на глазах из-за одних и тех же стереотипов поведения. Специалисты вам помогут увидеть ситуацию с другой стороны. Вкладывайте в это свои ресурсы. Время, материальные средства и энергию. Если вы хотите, например, если женщина хочет выйти замуж и не знает, как найти себе отношения, перестаньте сидеть и ждать. Найдите себе коуча, который доведет вас до результата. Может, вселенная как раз хочет, чтобы вы изменились в процессе работы. Наработали новые навыки, коммуникации, открыли свое сердце, стали более мягкой, женственной, мудрой. Просто хотением никакого волшебства в этом году не произойдет. Нужно прикладывать свои усилия. В единстве с компетентными людьми и в группах. И загадывать нужно желание. Не я хочу найти мужчину и отношения, а я хочу изменить себя и тем самым притянуть своего истинного партнера. И получить как приз гармоничные, любящие отношения. Какое поведение еще принесет удачу в новом году? Человек добрый, открытый, готовый всегда прийти на помощь. Культурный, сдержанный. И главное, любящий мир и людей. Если вы не любите людей, считайте многих подлецами, сволочами, алчными, то это заказ во Вселенную о прохождении урока по притягиванию именно таких людей. Учитесь видеть в людях хорошие стороны. Любой человек — это бриллиант с разным количеством отточенных грани. У кого-то больше положительных качеств, у кого-то меньше, кто-то в начале пути. Не бывает только плохих и только хороших черт в человеке. Если вы поворачиваетесь к человеку своей негативной гранью личности, подозрением, агрессией, ревностью, претензиями, гиперконтролем, недоверием, то по подобию вибраций свыше вам будет подсовывать именно таких же людей. Либо ваш близкий человек будет к вам поворачиваться именно негативной стороной, еще не обтесанной гранью. Это всегда конфликт. А нам всем в ближайшее время, десятилетия, архив важно научиться качественно работать в команде, в группе. И даю вам небольшую фишечку, как наладить плохие отношения. Мы много раз делали эксперимент на моих тренингах. С теми людьми, кто негативил в нашу сторону. Посылали в своем воображении им подарки в виде отдыха на Канарах, роскошного дома, или партнера, или просто цветочки дарили. И говорили, ты хороший, у тебя много замечательных качеств. Это тоже про себя. Вспомни это. Люди сразу же меняются в реальности. Они становятся мягче, идут навстречу. Даже делали на суде мысленный массаж спины судье, который был замученный и усталый. Результат был в пользу человека. Попробуйте это, но очень увлекательно и главное это работает. Отношения быстро налаживаются. Почему люди агрессивничают? Да потому, что они защищаются от нападения. Работает древний инстинкт выжить любой ценой. Добрыми словами, в его адрес, вниманием, поддержкой вы снимаете предыдущий негативный опыт. Ту боль, которую он получил в прошлом. Вы снимаете бронь с человека. И он вспоминает, кто он на самом деле. Он вспоминает, что он вечная душа, которую любит творец и весь мир. А все, что с ним происходит, это всего лишь уроки. И нужно относиться к ним с благодарностью. Здоровье. Давайте поговорим о нем. Седьмое. Нельзя. В этом году очень важно наконец заняться своим здоровьем. Оттягивать и пускать на самотек нельзя. Если вы постоянно откладываете пройти какие-то обследования, сесть на диету, заняться гимнастикой, то время как раз пришло. На протяжении всего года важно сразу же принимать меры. По возникшей проблеме в здоровье. Это очень важно. Решайте сразу, как только пришла проблема. Почему желания не сбываются? И как сделать, чтобы все желания исполнились? Все загадывают желания под Новый год у Вселенной. А собственно за что она вам должна исполнить его? Например, давать вам денег, здоровье, верные отношения, высокоплачиваемую работу, послушных детей. За красивые глазки она дает блага тем, кто сегодня активно меняет себя к лучшему. Меняет общество через свою деятельность. А тот, кто ничего не делает, тот остается на обочине жизни. А эволюция, прогресс убегает вперед. Заключите договор со Вселенной, начните осознанно развиваться, активно осваивайте новые технологии, становясь экспертом в каком-то деле. И вы увидите, как она будет исполнять ваши советные мечты. Гораздо быстрее и главное в наилучшем виде. Восьмое нельзя. Нельзя опускать руки в этом году. Это очень важно. Как это делать? Ищите радости, здоровое удовольствие во всем. Это еще один секрет, за что вам Вселенная исполнит ваше заветное желание. Особенно важно делать акцент на радости в своей самореализации, в профессии и в любой мелочи жизни. Если сейчас вы не на любимой работе, бегите уже оттуда. Иначе придет Сатурн, да еще и если Плутон, вас ждет очень жесткие события. Попросите помощи Вселенной найти вам работу, чтобы нравилось. И она это сделает. Она заинтересована в этом, чтобы каждый был на своем месте. Главное, когда она вам предоставит эту возможность, воспользуйтесь. А то многие пугаются и прячутся в кусты. Учитесь мышлению в этом году успешных людей. Они воспринимают все, что с ними происходит, как положительное. И ищите во всем новые возможности. Чего на самом деле хочет каждый из нас? Испытывать положительные эмоции. Все мы убегаем от негатива, от боли и тянемся к позитивному и радости. И в ваших руках собрать, аккумулировать эти позитивные эмоции и энергии вокруг себя. И стать ходячим позитивчиком, этаким Wi-Fi. И Вселенная исполнит самые ваши заветные мечты. За то, что вы перестали быть токсичной клеткой космоса. За то, что вы показываете другим людям образец поведения, будущего, эпохи Водолея. Это миссионерство, оно оценивается в этом году, в 20-м, Вселенной очень дорого. Мои дорогие, если вам понравилась рекомендация на Новый год, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, задавайте вопросы. Да, и как же, и с кем встречать Новый год? Не важно, что у вас на столе. И по большому счету, в чем вы одеты. Главное, полезно провести время в кругу семьи для напитывания энергии от рода. Как можно больше благодарите каждого в отдельности о важном вкладе в вашу жизнь. Расскажите в новогоднюю ночь, как вы их любите и как благодарны за их важную роль в вашей жизни. Как вы благодарны судьбе, что встретили их на своем пути. Оцените их значимый труд, насколько он важен для общества и вашего рода и семьи. Подготовьте открытки и там напишите этот текст. Они с большим удовольствием будут перечитывать его годами. Помните, ваша жизнь, удачная она или нет, зависит только от вас. Это аксиома высших законов. Если вы не знаете и не соблюдаете правила игры мироздания, читайте, слушайте мою книгу, ваша жизнь будет трагична. Если вы их знаете, то это будет сплошным кайфом. Потому что вы понимаете высший замысел Творца. Вы вместе с ним, в сотворчестве делаете мир лучше, получая от этого огромное удовольствие. Я желаю вам в новом году выйти в состояние здоровой игры в жизнь, найти свой смысл жизни, иметь в душе вечную гармонию с собой и окружающим миром. У вас всё получится. Я верю и знаю, что это так. И не надо, главное, откладывать это наше самосовершенствование. Итак, мои дорогие, особая благодарность всем, кто оставит сейчас комментарий, лайк, вопросы, приветствуется. До новых встреч. С вами всегда рядом Полина Сухова. Субтитры создавал DimaTorzok